Дорогу к аквапарку Горки недалеко от поселка Поляны длиной более двух километров размыло паводковой водой в конце прошлой недели. В спешном порядке дорожные службы заделали обвал. Однако этот факт наталкивает на неприятные мысли о качестве строительства дороги-подъезда к разрекламированному туристическому комплексу с патриотичным названием «Окская жемчужина». Ведь более года назад строители объясняли журналистам, что для укрепления откосов земляного полотна будут применяться габионные сооружения. Эта современная технология, по словам инженеров, вроде бы даже крепче, чем железобетон. Правда, нынешний паводок показал обратное. Аквапарк Горки с помпой открыли в конце зимы прошлого года. Тогда чиновники заявляли, что Рязанскому аквапарку нет равных в ближайших регионах Центральной России. Впрочем, по словам посетителей, данный развлекательный комплекс достроен пока не полностью. Две недели назад побывала в аквапарке Горки и журналист нашего телеканала Ирина Ковалева. Внутри там, насколько я понимаю, еще не все до конца сделано. Там детские горки не работают. Ну, там буквально есть вот лента воды по периметру и вот эти вот шесть горок. Хочу заметить, что часть этих горок проходит по улице. То есть, ну, кто видел горки, представляют вот эти вот трубы, вот эти вот их завихрения, они идут по улице. Соответственно, когда ты там прокатываешься, никакого температурного режима там не поддерживается, холодно. Решили мы испробовать первую горку. Вначале поехал мой друг, сказал, ты подожди, я сейчас съеду, я тебе там снизу покажу, стоит, не стоит. Но смотрю, лицо недовольное, качает головой, не надо. Потом мне говорит, ты знаешь, вот там вот стыки, вот там пластмасс, видим, как стыкуется вот эта вот горка. Он говорит, они мне всю спину ободрали. И когда тебя выкидывают в бассейн, там бассейн достаточно мелкий, где-то метр сорок, тебя выбрасывает силой и, соответственно, ты ударяешься, ну, как бы уж какой частью вылетел, то и ударишься. Всего же, по словам чиновников от туризма, рядом с полянами к уже существующему аквапарку добавится также еще и рыбацкая деревня, яхт-клуб, спортивно-развлекательный комплекс, гостевые дома и пансионат с лечением. Объем инвестиций в туристские объекты составит более 2 миллиардов рублей.